Никто не задается вопросом, почему российские войска, так стремительно вошедшие туда, в Казахстан, никто не задается вопросом, а почему они так стремительно ушли? Быстро-быстро, чух и нет. А ответ простой. Казахстан богатейшая страна. Там очень много природных ископаемых, природных ресурсов. И поскольку она граничит с Китаем, в Казахстане очень большой китайский интерес, бизнес-интерес. И особенно Турции, потому что это тюрки, тюркские народы, казахи и турки. Так вот, слава богу, что сегодня наряду с безвольными лидерами западных стран существуют очень волевые лидеры Китая, Сидзипин. И Турции, Эрдоган, которые сказали Путину на своем языке, пошел вон оттуда. И он как миленький встал и пошел. Потому что Путин хорошо понимает язык силы, на котором сам разговаривает со слабыми. А в данном раскладе слабый он. Потому что там, где Китай и там, где Турция, России делать нечего. Ему сказали, иди отсюда быстрее. Он встал и пошел. И на этом миссия УДКБ закончилась. И русских войск в Казахстане нет. Вот что такое решительность Китая и Турции. И вот что такое вялая нерешительность в случае с Украиной западных стран. Гордон, к сожалению, не живет в Казахстане. Мало знаком с действительностью казахстанской. Перевожу его слова на русский казахский язык. Русско-понятный для казахов язык. Гордон сказал, что если вы, казахи, вдруг встанете под знамена аблизоидов, которые кричат «Нет, Китай! Нет, Китай!». Если вы вдруг, казахи, встанете под знамена Серегжана Беляша, который кричит «Нет, Китай! Нет, Китай!». То же самое. Они кричат то же самое, что аблизоиды, что беляшисты. Если вдруг казахи встанете под их знамена, под эти путинские агентские знамена, то вы лишитесь своей независимости. Вот такой простой перевод слов Гордона на казахстанскую реальность.